Краудсорсинг Напомню о таком понятии, как краудсорсинг. Это когда есть большое количество людей, которые могут сделать какую-то маленькую работу, которая отвлекает внимание одного человека. Это к словам Евгения о том, что некому выполнять эту работу. Ее есть кому выполнять. Это обыкновенные николаевцы, которые, как вы понимаете, очень много людей сидят целый день на рабочем месте, и за компьютером они явно не смотрят. Какую-то отчетность финансовую не формируют, а целый день могут просидеть в соцсетях. Этим людям будет совершенно не тяжело посматривать в камеры и звонить или какую-то кнопочку нажимать. Нужно просто это сделать. И даже делать есть кому. Нет воли решиться как-то подогнать под это закон, и, может быть, еще какие-то действия. Я как представитель старшего поколения вам хочу сказать, я акцентировал ваше внимание на то, что мы сегодня живем в стране, у которой есть свои законы. Они прописаны, они могут быть плохие, мы можем об этом говорить, но есть законы. То, о чем вы говорите, я только об этом сказал, что есть законы, и каждый из нас работает, живет в определенном правовом поле, в том числе и силовой структуры. А то, что вы говорите, как молодое поколение, и мы это видим на каждом шагу, вы говорите о хаосе. Так вот, для того, чтобы путь между хаосом, когда мы хотим быстро, но не по закону, но при этом получить результат, вот это и есть вот этот переходной период, о котором я говорю, что мы должны идти вверх, решая проблемы того, о котором говорит сегодня полиция, но при этом мы должны менять правовое поле, но при этом находиться в нем. Было старое правовое поле, мы его поменяли, учитывая ваши предложения, появилось новое правовое поле, мы все равно в нем работаем. Выходи за пределы правового поля, вы сразу попадете сначала в видеокамеру, а потом в полицию.